МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, теперь переходим к следующему нашему вопросу, по закону. Как обычно, под шумок Нового года государственные жуликоворы пропихнули закон, который приведет к самым тяжким последствиям для народа России. Закон опубликован РГ, это что у нас? В российской газете. Думай. В российской газете и вступил в действие 31 декабря 2014 года. Речь в законе идет об учреждении на Дальнем Востоке специальных территорий опережающего развития, ТОР. Как бы? ТОР, ТОР. В которых будет ограничено действие российского законодательства, отменено местное самоуправление, и которые могут быть переданы иностранцам в длительную аренду. Федеральный закон о 29 декабря 2013 года, номер 473, о территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации, очень длинный. Приведем лишь две цитаты. Статья 18. Особенности трудовой деятельности у резидентов территории опережающего социально-экономического развития. Президенты территории опережающего социально-экономического развития, осуществляющие функции работодателя, привлекают и используют иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на территории опережающего социально-экономического развития в порядке и на условиях, которые предусмотрены для соответствующих категорий иностранных граждан с федеральным законом от 25 июля 2002 года, номер 115, о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. При этом, первое, получение разрешения на привлечение использованных иностранных работников не требуется. Второе, приглашение на въезд в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой деятельности, а также разрешение на работу иностранным гражданам на территории окружающего социально-экономического развития, выдаются без учета квот на их выдачу, установленных правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным законом от 25 июля 2002 года, номер 115, о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации. То есть, ни разрешения, ни квоты не нужны. То есть, едь кто хочешь и занимайся. Нет, ну просто беспредел. То есть, они открывают наши территории для преступников любого уровня. А при этом из Киевской Руси закрывают, говорят, будете визы получать. Нет, там не надо путать. Это потом. Но тут дальше очень много еще чего. Давай, давай. Статья 27. Особенности изъятия земельных участков и или расположенных на них объектов недвижимое имущество и новое имущество для размещения объектов, необходимые для создания инфраструктуры территории, опережающего социально-экономического развития. То есть, у коренных жителей будут отбирать. Особенности изъятия, это так название. Да, да, да. Это кретинизм полный. Это еврофашизм в чистом виде по уничтожению коренного населения. И я обращаюсь ко всем малым народам. Скоро к вам придут. А помнитесь, аналисты, что делают с вами еврофашисты. Сначала из вас делали аналистов, а теперь у вас отбирают территории и право править на своей земле. Кто? Главные уголовники в Кремле. Вот они что делают. А вы спите. Поэтому немедленно поднимайте народ, чтобы каждый человек подписался об отмене этого уголовного закона и привлечении к уголовной ответственности авторов и всех тех, кто принимал и подписывался, как предатели Родины, убийц народа России и Руси. Вот на чем надо думать. А вы все там играете в игрушки. Конституции создаете какие-то анальные. Вы даже не представляете себе, что у вас будут рубли, а все иностранцы будут жить на долларах. Вы думаете, просто так Путин вместе со своей шайкой опустил рубль до 1,6 тысячи доллара, чтобы передать преимущество этим уголовникам над вами, чтобы вы у них были рабами. А вы, вам лапшу на уши вешают, а вы все улыбаетесь. Поддерживайте, сенаторы липовые. Народ, отзывай своих уголовников и начинай судить по своим местным родовым законам, как предатели Рода. Вот как надо вести себя с ними. Продолжать? Да. В целях создания и развития объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития допускается изъятие земельных участков и или расположенных на них объектах недвижимого имущества и нового имущества. При этом решение об изъятии земельных участков на территории опережающего социально-экономического развития может быть принято по ходатайству управляющей компании. Управить как? То есть некая организация, вот что-то мне тут не нравится дом стоит, надо тут сместить. Конечно. И все, и достаточно. Без суда и следствие. Да нет, но это и есть еврофашизм. Когда коренные жители лишены права жить на своей земле. То есть просто нужна территория, дороги, свои здания поставить и все нафиг сносим. Нет, нам не нравится. Таким образом на территории РФ фактически упраздняется право собственности. Земля и имущества будут изъяты в Российской... Коренных жителей. Право собственности коренных жителей. Вот что важно. Не просто жителей, а коренных жителей. Все упраздняется. То есть что это значит? Еврофашистская уголовная оккупационная власть лишает народ права жить на своей исконной земле. Вот о чем идет разговор. А какие-то иностранцы, а потом будет кричать этот уголовник, то толерантность, толерантность. Преступники они. И никакой толерантности к ним быть не может, как и к вам. Вы организуете это все. Организатор несет ответственность. То есть первый и главный ответчик-организатор этого закона. И тот, кто подписал, тот, кто несет ответственность за эти законы. Все они подлежат суду. Земля и имущество будут изъяты у российских владельцев для создания и развития объектов инфраструктуры на территориях, на которых будут проживать иностранцы в любых количествах и на протяжении длительного времени. Любых количествах, любого времени. Он все продал страну. И вы смотрите, как этот кретин продает страну. Он уже продал. Одну секундочку. Пока мы там, запомните, за каждый сантиметр грызться будете. Или вас всех передавят. А это уже, видимо, комментарии от людей, которые это писали. На самом деле, мы с самого начала, с апреля 2012 года, следим за этим выведенным из-под российских законов образования. По сути, государство в государстве. Его руководителем пророчили первого вице-премьера Шувалова. Задачей этого образования со штабом в Владивостоке изначально являлось привлечение инвестиций в освоение территории Сибири и Дальнего Востока и эффективное использование природных ресурсов. А переходящие в ее ведение 16 субъектов, составляющие 60% территории России, выводятся из-под федеральных законов о недрах. 60% территории России выводятся из-под федеральных законов. Почему они провели туда мост и газ? О недрах, лесах, земле, градостроительства, трудовой деятельности и гражданства. Осуществлять свою деятельность этот лимит РОВ будет без проведения предусмотренных действующим законодательством конкурсных процедур право пользования недрами и лесными ресурсами на участках, необходимых для реализации инвестпроектов. Кроме того, мы знаем, что передать новому государству планирует крупнейшее в России золоторудное месторождение Сухой Лог, железорудное месторождение Ударонгское и Нижнеангарское, а также нефтяное, лодочное. Предположим, что все это делается на благо России. Ведь нам постоянно внушают, что у нас все равно нет и, видимо, не будет денег на развитие нашего Дальнего Востока. Поскольку мы все откладываем деньги на Черный День, в подушку безопасности в США, которые нам ее никогда не вернут, а свои деньги мы напечатать не можем, и то, что при этом мы являемся рекордсменами по падению курса среди экономик выше 100 миллиардов, никого не волнует. Кстати, тем самым Владимир Владимирович осуществит мечту самой отъявленной либеральной тусовки, мечтающей об отделении Дальнего Востока, Сибири и так далее. Как это откровенно заявляли граждане Быков, Зильбертрут, Венедиктов, Альбац и прочая сволочь, которые в интернете азартно и по праву пинают верные поклонники великого, великой кормчего Путина. Кого им пинать сейчас? Себя или предмет своего обожания? Воистину, не сотвори себе кумира. Несложно догадаться, что эти территории выделяются под наших китайских партнеров. Предполагается, что к нам приедут... Не под наших, а под путинских партнерах. В кавычках наших... Еврофашистских. Написано в кавычках, да. Предполагается, что к нам приедут китайцы и сами за свои деньги разовьют нам наши земли. Мы уже не умеем, нам уже китайцев надо. А мы еще и получим со всего этого налоги в казну. Поскольку мы реалисты и давно сидим за ситуацией, то понимаем, во что это на самом деле превратится. В хищническое разбазаривание наших полезных ископаемых, наших ресурсов на благо соседней страны. Нам же останется выжженная и испоганенная земля, как ее уже оставляли китайские фермеры, варварски эксплуатировавшие арендованные поля. Все, что должно было бы стать собственностью наших потомков, уйдет на усиление Китая, Кореи и других, которые заплатят нам какие-то отчисления. Какие... Не нам, а Путину. Какие и за что? На этот вопрос очень сложно ответить. И кому? На этот вопрос очень сложно ответить, поскольку это новое гособразование получило нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых, нулевую ставку налога на прибыль, льготную ставку отчисления на обязательное социальное страхование. Оно подменит собой органы российской власти, когда федеральные и региональные органы власти и местное самоуправление не вправе вмешиваться в работу этой госкомпании. По предыдущим публикациям мы знаем, что единственным контрольным органом останется счетная палата, но проверки будут осуществляться только при непосредственном указании президента, которого не будет. В дальнейшем все ее лицензии будут переданы в уставной капитал участников проекта, тем, кого назначит его руководство. Полномочий у госкомпании много, и список может быть расширен, но только президентом Путиным. С учетом полной безотчетности и бесконтрольности режима кремлевских иудоолигархов, несложно понять, во что превратится это предприятие. В том же 2012 году мы говорили, что за свой следующий срок мультимиллиардер Путин будет готов расплатиться Сибирью. После того, как весной 2014-го Путин откровенно струсил освободить всю Украину, а сейчас подло сдает и Новороссию, совершенно очевидно, что тонко чувствовавший запах слабого правителя Запад, как подраненную жертву чует загоняющий ее хищник, продолжит давить слабого до последнего. Поэтому расплачиваться Путин начал уже сейчас, и не за будущий, а за текущий срок. Платить будут Китаю, но не только. Не будучи готовым к изменению системы, а главное, не доверяя народу и самоуправлению, хитрый Путин будет заманивать все транснациональные корпорации, рассчитывая, что это даст ему лично его режима безопасности. Как это пытался делать солнцеликий диктатор, полковник Каддафи, который тоже считал себя хитрым, умным и сильным. Вы помните, как его резали, что случилось потом с несчастной Леви? Думаете, это далеко, а у нас будет все иначе? Но за последний год все мы видели, что случилось уже с несчастной Украиной при ее слабом, жадном, трусливом и подлом руководстве. И оценивая содержание подписанного Путиным закона, понимаем, что, по сути, идея у него та же, что и у подписанного Януковичем соглашения с Шелл и Шеврон, согласно которому государство обязалось изымать собственность своих граждан по первому указанию иностранных инвесторов. Чем это закончилось, известно. Причем, изначально преданное своим многообещавшим представителям подавляющее большинство жителей Юго-Востока молчало, считая, что все само рассосется и им удастся отсидеться. Поэтому в очередной раз вспоминается фраза все самые страшные преступления совершаются при молчаливом без участия большинства. И в Кремле. То есть не зря провели газ, в прошлом году там открывали этот новый регион, там будет, оказывается, центр делать, уже давно запланированное. Я предлагаю всем, кто слышит нас, как можно шире поднять волну недовольства по этому закону, чтобы собирали подписи против действующего закона, а организаторов и подписантов к уголовной ответственности за разрушение страны. Вот такую петицию предлагаю всем пропустить это в интернете, пропустить по всем средствам, которые мы имеем в нашей стране. Ну, хватит, да? Ну и должны вы быть готовы к тому, что скоро последует команда всем национальным республикам разбежаться. Кремле давно к этому готовится, уже 2091 года. То есть, что будут предоставлять независимость, типа отделяйтесь и границы ставьте, свои войска отдельные. Тогда же, тогда с ними что хочешь, можно делать, иностранцы. Ну, здесь вот в конце и картинка такая. Карта России, и написано распродажность, и здесь ликвидация. Для подробности обращаться в Кремль. Ну, это все. Я сразу сказал, это еврофашисты с 17-го года заложили основу. В 91-м году по команде Ротшильдов эта шайка еврокоммунистов развалила, этот Кравчук, Шушкевич и Барух Ельцин, это же все тоже еврофашисты. Кретины, которые разрушили. И они ходят. Вы понимаете, вот что удивляет, народ спит, а есть-то банда, которая развалила страну, предателя Родины, короли. А где комитет государственной безопасности? Или чьей? Еврофашистской? Уголовной безопасности. Вот почему они живут. Потому что комитет государственной безопасности еврофашистов на русской земле. именно поэтому было разрушено государство. Вот. Сегодня такая же ситуация. Готовятся к развалу так называемой РФ-ы. И тогда все становится на свои места. Почему? Потому что, я еще раз говорю, все основные еврофашисты предупреждены. И они уже начинают бежать и в Израиль, и в другие территории, потому что они ждут команды по развалу страны. Они знают, что скоро им будет плохо. Они уже все предупреждены. И не случайно уже в России для защиты синагога из Израиля войска приходят. А для защиты как ее американских посольств и прочих служб будут введены американские войска. Почему? Потому что этот договор еще и Ельцин подписал. Как только будет что-либо на русской земле вводить войска без приглашения. Вот он бандитизм. Что-либо на русской земле не русское. Типа защищать это надо. Нет, нет, нет. Наоборот. Если русские возникнут за какие-то права, немедленно вводить войска для подавления русского народа. Ага. Понятно. Можно еще одну юридическую ремарочку? Давайте. Согласно федеральному закону номер 314 от 9 марта 2004 года, который был принят указом президентом Российской Федерации, была создана федеральная антимонопольная служба, деятельность которая как раз и является отслеженной любых продаж государственной собственности, будь то земельные, будь то какие-то любые другие даже работы, строительные и прочее, прочее. Я зачитаю вам цитату. Руководитель ФАС России организует ее работу и несет персональную ответственность за выполнение возложенных ФАС России функций, в том числе и продажу земель на конкурсной основе, чтобы у иностранных предпринимателей и у российских предпринимателей были абсолютно одинаковые условия для покупки. Нет, это уже вопрос заключается в том, что земля никогда не являлась продуктом продажи. Ее никто не производил. И только еврофашисты, уголовники придумали распродажу земли. Землей можно пользоваться и облагораживать. Это должен понять каждый землян. Где бумага? Все земляне должны помнить. А земля не может являться чьей-то собственностью. Второе. Собственности в природе вообще нет. Ее придумали евроуголовники. Потому что мы можем только быть пользователем на планете Земля. Все. И собственность не может никому принадлежать. Но эти уголовники ввели. Это называется нейролингвистическое программирование. Помните, кто с вами и что делал. И поэтому каждый должен строго спросить того, кто ему внедрял эти мысли. Вы должны четко себе представлять. Продуктом продажи может быть изделие. Все. А земля кто ее делал? Что, Путин? Медведев? Да они бездари. Они кала забить не могут. А лезут землей торговать. В этом все и дело. То есть преступность власти на каждом шагу. И поэтому единственное спасение пора народу выходить и требовать от уголовников ответа за свои действия. За эти 15 лет они развалили страну. Переписали все законы под себя. Присвоили всю собственность народа себе. А где референдум, которым это позволял? Нет. Преступники. Все. Эти преступники нарушили референдум народа о сохранении страны. начиная с Горбачева все преступники подлежат расстрелу на месте как предатели родины. Вот о чем разговор. Пора понимать кто это такие. Ну у меня строго. Так, теперь переходим к науке. Поскольку эмоциональные политические выступления закончились, я думаю, что все поняли опасность, которая повисла над нами, особенно на Дальнем Востоке. Но она над нами висит, а там уже действует. Помните об этом? Дело уже запущено. Если мы не повернем эту машину вспять, она как катком пройдется по всей Руси. А анальные народы потом пусть плачут. Вот тогда я говорю, я вам буду тыкать в нос, когда вас будут давить. Вы приняли анальность у еврофашистов. Вы отделились от русского народа. Вы захотели править нами. Вот теперь вы поймете, что с вами сделает еврофашистский уголовный каток. Субтитры и субтитры